Здаров, братва! С вами Миха, вы на канале Hotplay. Сегодня у меня для вас очередная подборка интересных и годных игр для слабых компов. Полные системные требования каждой игры вы увидите на экране. Обязательно подписывайтесь и вы точно не пропустите ни одного топа. Приятного просмотра, поехали! Ryzen 2 Dark Waters. Проект в жанре RPG с элементами экшена, представляющий собой продолжение первой части Ryzen, в которой игрокам довелось от лица главного героя сокрушить Огненного Титана и остановить Инквизицию на затерянном острове. Но этого оказалось мало. Древние стихийные силы, Титаны, были пробуждены. Они нанесли серьезный ущерб многим другим островам, и связь между ними была утрачена. Главный герой поменялся во внешности, опустил длинные волосы и лишился одного глаза, и уже совсем не тот, что был прежде. Теперь это сломленный жизнью разбойник, однако не лишенный благородства, отваги и чести. Во второй части игра отошла от стилистики средневекового сухопутного экшена, и теперь вы окажетесь в условиях морей, кораблей, абордажных сабель и пиратов. Вам предстоит остановить случившийся катаклизм, но надо быть осторожным. В море обитают всевозможные монстры, которые не брезгуют нападать на корабли. Dear Easter Landmark Edition. Это игра без головоломок и врагов, а также без трудных квестов и задач, ломающих голову. По сути, это инди-бродилка, в которой вы играете за безызвестного персонажа, попавшего на обитаемый остров, но его обитателей он так и не нашел. В начале нам рассказывается короткая история об острове и некоторых персонажах, которые каким-то образом имеют к нам отношение. Ваша цель – добраться до радиовышки, которая виднеется с любой точки острова. Пока вы путешествуете по богом забытым местам, вам повстречаются заброшенные дома и постройки, в которых сохранилась посуда и прочая кухонная утварь. Вы найдете пещеры, в которых краской описаны химические формулы, чертежи и схемы. Ко всему прочему, в игре имеются нотки хоррора из-за периодически появляющихся темных фигур на горизонте, за которыми невозможно угнаться, так как они пропадают. Основная часть игры – это вопросы, на которые необходимо дать ответы, но уже в конце сюжета. Ведьмак 2 – Assassin's of Kings Enhanced Edition Лимитированное издание знаменитой ролевой игры, в которой нам поведают историю Геральта из Ривии. Это величайший из рода ведьмаков, владеющий мечом лучше прочих, чуть ли не единственный, кто может противостоять силам тьмы. Он бродит по свету и зарабатывает на жизнь тем, что истребляет чудовищ. В этот раз нашему герою предстоит отыскать и разобраться с гильдией профессиональных ассасинов. По ходу прохождения игры Геральт не раз столкнется с себе подобными. Ведьмаки намного сильнее любого воина из числа обычных людей, поэтому схватки с полукровками будут очень жестокими и зрелищными. Небольшие препятствия в виде заборов и оград не являются для Геральта чем-то непостижимым. Наряду с измененным боем разработчики добавили возможность преодолевать подобные заграждения. Вас ожидают эффектные экшн-сцены и продуманная боевая система, представленная активным передвижением, фехтованием мечом и вставками из заклинаний боевой магии. Валькирия Хрониклс В сюжет этой игры вкладывается альтернативная история 1935 года, происходящая в Европе. Несколько бойцов сопротивления должны справиться с врагами, надвигающимися с двух сторон – Восточноевропейским Имперским Альянсом и Западноевропейской Атлантической Федерацией. Вам предстоит играть за командира отряда, который бросает единственный взвод на защиту маленького государства. Бои в игре происходят в тактическом и стратегическом жанре. Вы ставите определенных персонажей на поле и можете управлять ими в момент реального времени на пошаговой основе. Есть несколько персонажей, каждый из которых обладает особенным классом – снайпер, гранатометчик, танкист и несколько солдат из сформированного ополчения. При этом все классы сбалансированы между собой. Пехота отлично справляется с танками из-за их медлительности, снайперы и разведчики докладывают о появлении большого числа пехоты, а танкист умело расправляется с пешими юнитами врага. 18 стальных колес по всей Америке. Эта игра, можно сказать, положила начало жанру грузоперевозок от третьего и первого лица. Это аркадный симулятор вождения грузового автомобиля, где нужно брать заказы, ездить на дальние расстояния и покупать новое авто. Игра является второй частью серии, поэтому графика здесь уже более приемлемая. Обновлены текстуры и отредактирована карта, а вокруг селений построены объезды, которые значительно упрощают транзит грузов. Трафик на дорогах также выглядит более реалистичнее, и кроме того, вас даже может остановить полиция. Были добавлены улучшенные погодные условия, летающие самолеты, вертолеты и поезда, проезда которых придется ждать на железнодорожных переездах. В симуляторе имеется экономический сегмент, вы сможете замутить свой бизнес, наняв дополнительных водителей или приобретая прицепы и грузовики. Самые продвинутые дальнобойщики смогут прокатиться за рулем автопоезда со сдвоенным трейлером. Resonance of Fate and of Eternity Классическая японская ролевая игра, рассказывающая печальную историю, где вымышленная сказка очень плохо заканчивается. Весь мир, в котором некогда была гармония, медленно падает руинами из-за изобретения оружия. Проект выполнен в ролевом стиле, но с возможностью переключаться на время схватки на игрового персонажа, так что можно назвать игру шутером от третьего лица, но таких моментов будет немного. Боевая система совмещает в себе убийства с помощью оружия и специальных ударов, приемов и способностей. Со временем персонаж и вовсе захочет отказаться от огнестрельного оружия, но будет уже поздно. Вы будете играть за отряд наемников из трех человек, которые хотят предотвратить исчезновение людей. Правительством было введено несколько жестких реформ, с которыми люди неохотно согласились и начали гражданскую войну. На фоне междоусобицы правительство решило уничтожить города, в которых война разгорается быстрее всего. Принц Персии «Забытые пески» Слэшер от третьего лица, события которого разворачиваются между сюжетом первой и второй частей «Принца Персии». Во время путешествия главный герой направляется к своему брату и видит, что на его территории ведется ожесточенная осада, и принц решается помочь. Заранее зная, что сила соперника сильно превосходит армию людей, он решается использовать свои скрытые возможности, о которых нам только намекают во второй части игры. Например, улучшенная система паркура и комбинации воздухи, а также замедление времени и укрытие песком. Помимо паркура и умелого обращения с оружием, игрок будет использовать магию, протестировать ее можно будет в режиме выживания. Разработчики оставили возможность отматывать время назад, используя привычную способность принца. В остальном геймплей остался тем же. Набивайте очки, чтобы тратить их на заклинания, и заполняйте шкалу, чтобы наносить больше урона с помощью комбинаций. Blood Omen 2 Legacy of Kain Ролевая игра третьего лица с достаточно примитивной графикой даже для года своего выхода, но тем не менее обладающая дополнительными нововведениями, которые полностью поменяли механику игры и звуковое сопровождение, а заодно раскрыли сюжетную сторону. По сюжету действия происходят через 400 лет после окончания первой части. Кайн обратился в вампира и решил, что эту популяцию необходимо восстановить. Относительно первой части многое изменилось. Например, локации стали более обширными. Сохранение теперь обозначено на специальных маркерах, которые в игре очерчены кровью. Многие ненужные элементы РПГ вовсе были беспощадно удалены. Большинство способностей из прошлой игры были заменены на умения вампира, среди которых берсерк, телекинез, испепеление и многие другие. Боевая система стала разнообразнее. Теперь Кайн может убивать противников гораздо изящнее, а проводя свои вампирские ритуалы, восстанавливать здоровье. Дивинити Драгон Коммандер Ролевая стратегия от третьего лица, в которой вашей главной задачей будет построить максимально сильную империю, сделать собственную армию непобедимой и возглавить этот мир. Вы будете играть за рыцаря, который управляет государством и всегда может превратиться в огнедышащего дракона. Сюжет раскрывается между тремя друзьями, которые решили сделать самую сильную империю на планете. Они объединили усилия и сделали огромную армию механических машин, но вскоре на их землях появляется таинственная девушка, которая рассорила между собой друзей. Стратегия раскрывается в строительстве своего замка, а точнее найми крупной и сильной армии. Игра делится на четыре режима управления. Направление движения армии, управление драконом, командование вашими войсками и установка собственного режима, дипломатии, чтобы соседние народы не ополчились на вас без причины. Локи Игра представляет собой канонический экшен с элементами РПГ и видом сверху, где все уровни генерируются хаотично и имеют несколько уровней сложности. В самом начале прохождения вам дается право избрать для себя наиболее симпатичного героя, будь то грозный седовласый варвар из заснеженной Скандинавии, египетский жрец, греческая храбрая воительница или шаманка цивилизации ацтеков. У каждого из этих героев есть свои исключительные способности и свой подход к сведению вражеского поголовья к нулю. В игре имеется возможность создавать свое уникальное оружие путем конструирования его из различных частей, найденного в ходе длительных путешествий арсенала. Так, например, двуручный топор варвара можно скрестить из разных элементов боевых молотов, мечей и секир, усилив все это многообразие каким-нибудь магическим артефактом. Cold Fear Это хоррор-выживалка с видом от третьего лица, где, согласно сюжету, главный герой является капитаном небольшого рыбацкого судна. Однажды к нему приходит бортовое сообщение о том, что поблизости от его корабля в океане дрейфует русское судно. Его необходимо тщательно обследовать и доложить, что случилось с экипажем. Во время сближения с этим кораблем весь экипаж погибает, и капитан один остается в живых. На российском корабле остались выжившие матросы, но все они лишились рассудка, кроме одной девушки. Капитану вместе с девушкой предстоит также столкнуться с монстрами, которые прятались внутри пойманного моряками кита. В итоге им удается спастись с этого ужасного судна, и они попадают на загадочный объект, который является лабораторией сумасшедшего ученого, создающего мутантов. Визуальная игра мне напомнила Resident Evil 4. Тот же вид от третьего лица, мрачная атмосфера и внешний облик главного героя придают сходство с этой игрой. На сегодня это все, братва. Надеюсь, выпуск вам понравился и вы нашли для себя что-то годное. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Миха, огромное спасибо, что смотрите. Не болейте, берегите себя и своих близких, и до новых встреч.